всем здравствуйте я рада видеть вас на моем канале сегодня будем готовить чудесный чизкейк ваниль карамель и в принципе чизкейки вы уже наверное умеете все готовить если смотрели мои предыдущие ролики то с карамелью у многих обычно возникает много вопросов в этом видео я покажу вам самый что ни на есть простой вариант карамели который не потребует у вас много времени никаких хитрых ингредиентов и будем готовить даже вот без термометра скажем так на глаз давайте сначала приготовим чизкейк а затем займемся карамели для песочной основы я беру 300 грамм молотого песочного печенья и 100 грамм растопленного сливочного масла сейчас масло выливаю печенье и нужно все хорошо перемешать печенье берите любое песочное или просто полежавшие бисквитные которые уже слегка черствая масса должна получиться похожая на мокрый песочек то есть масло не должно прямо вот капать но тем не менее должно смочить все печенье печенье я перемалываю просто кухонном комбайне это очень удобно и возможно получить прям такую мельчайшую крошку вот руками у меня так никогда не получалось хотя руками тоже возможно скалкой побить прям такая мелкая мелкая крошечка не получится все берем форму у меня форма диаметром 18 сантиметров будут и бортики и дно я буду делать теперь форму ставим в холодильник и будем готовить сырную массу так здесь у меня в чаше уже творожный сыр сметана яйцо крахмал сахар ванильный экстракт ну в общем все ингредиенты для чизкейка все нужно перемешать на небольшой скорости миксера сырная масса готова что-то она у меня сегодня такая желтенькая получилась наверное из-за того что яйца домашний зал все немножко перемешать и выкладываю форму выпекается чизкейк при температуре 160 градусов я выпекаю примерно час час двадцать без паровой пани но тут конечно нужно приспособиться к своей духовке потому что я знаю что девчонки некоторые выпекают и по два часа все это нормально просто нужно пробовать пока выпекается чизкейк можем приготовить карамель здесь у меня сахар здесь жирные сливки я взяла сегодня 35 процентов но можно и 30 и 33 также потребуется соль и сливочное масло вот смотрите на 200 грамм сливки беру 100 грамм сахара обычный белый если возьмете коричневый конечно цвет карамели будет красивее но в принципе на вкус это не влияет я пробовала и с коричневым и с белым в готовом виде совершенно непонятно какой сахар вы использовали сахар сейчас ставлю на средний огонь так сахар на огне пока что его трогать не нужно сливки рядом но они пока не греется я начну их греть чуточку попозже когда уже практически весь сахар будет растоплен когда вот тут вот сбоку начнут уже подтапливаться кристаллики сахара можно по чуть-чуть аккуратно все перемешивать и я не советую делать слишком большой или слишком маленький огонь если будет слишком большой то тот сахар что снизу будет очень быстро гореть а верхний сахар не будет успевать топиться если будет слишком маленький огонь то вы долго будете готовить карамель что тоже может привести к тому что будет пережжен сахар и будет в готовой карамели вкус вот этой жженки что тоже принципе не очень поэтому делаем средний огонь если нужно перемешиваем ничего страшного в этом нет если возьмется комочками продолжаем мешать комочки тоже растапливается очень легко сахар уже начинает потихоньку топиться можно аккуратненько перемешивать чтобы все кристаллики растапливались равномерно если вы будете чувствовать запах гарри и дыма то лучше уменьшить огонь так вот сейчас уже можно включить нагреваться сливки сливки нужно довести до первых пузырьков кипятить их не обязательно наша задача сделать их просто очень горячими чтобы при добавлении карамель не образовался один огромный комок сливки я уже выключила сейчас подожду пока растопятся последние комочки сахара и добавлю сахар сливки тут нужно быть очень аккуратными потому что начнет все очень сильно бурлить и нужно ложечку подлиннее чтобы не обжечься сейчас нужно готовить до тех пор чтобы все вот эти пузыри уселись карамель должна успокоиться если образовались комочки размешиваем до тех пор пока они не разойдутся сейчас буквально минуту и карамель стабилизируется уже не будет так сильно бурлить на данном этапе можно посолить и теперь можно стоять вот так вот помешиваем уваривать карамель до нужной вам консистенции но это буквально вот три минуты на такое количество продуктов после остывания карамель еще загустеет холодильнике вот сейчас я вижу что она еще довольно жидкая поварю еще буквально минутки две с половиной посмотрим на консистенцию цвет уже приятный классный сливочный аромат эти комочков у нас сегодня нет все получается красиво уже даже когда мешаю ложкой уже чувствуется что консистенция карамель уже более густая сейчас проверю на консистенции вот смотрите какая получается еще минуту можно выключать огонь чем дольше будете варить тем более густая она получится и цвет будет более коричневый все я выключаю огонь смотрите какая получается консистенция вот мне этого достаточно еще же учитываем что она загустеет немного добавляю сюда сливочное масло и перемешиваем теперь когда масло разойдется можно перелить в какую-нибудь банку дать остыть и хранить в холодильнике в холодильнике она вот реально стоит очень очень долго я никогда так особо не проводила экспериментов и не знаю какой максимальный срок хранения ее но месяц она стоит точно если не сидят смотрите какая красивая однородная карамель сначала крышку я не закрываем пока карамель не остынет чтобы не образовывался конденсат когда остынет можно закрыть крышкой и в холодильник готовый чизкейк оставляю остывать полностью при комнатной температуре подостывший чизкейк уже подостывшая карамель намазываю наверх чизкейк кстати вот так вот выглядит карамель но она не очень долго постояла у меня в холодильнике если бы постояла часиков пять или ночь было бы еще гуще но так тоже очень классно намазываю наверх чизкейка тут уже сколько ваша душа желает теперь нужно снять кольцо от разъемной формы и поставить чизкейк в холодильник на 4-6 часиков когда чизкейк постоял в холодильнике можно его уже снять с дна от формы и перенести на подложку или на блюдо если чизкейк у вас постоял достаточное количество времени то он буквально вот сам отходит от подложки вернее дна этого достаточно лишь чуть-чуть подковырнуть и все смотрите теперь его можно декорировать если это нужно вот такой вот милый детский чизкейк получается конечно украшение может быть любым я уже показывала вам вариант украшения чизкейка с бутылкой такой вот брутальный мужской вариант такой вот простой детский очень просто все делается вместо малинки к примеру если зимой вы можете использовать виноградинки будет тоже очень классно давайте разрежем его и попробуем друзья но я не знаю как можно еще убедить вас начать готовить чизкейки это просто волшебный десерт с каким топингом не сделай все вкусно ну вы знаете мою любовь к этому десерту надеюсь если вы научитесь их готовить то у вас будет такая же сильная страсть к этим вкуснятина попробуйте приготовьте пишите обязательно свои отзывы до до новых встреч пока пока